Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьница Алина Зайцева победила в первенстве мира по пляжному теннису в Италии. Губернатор Вячеслав Федорищев сейчас формирует региональное правительство. В нем произошли кадровые изменения. На заседании Самарской губернской думы депутаты проголосовали за кандидатуры, которую выдвинул глава региона. Михаила Смирнова назначили первым вице-губернатором, председателем правительства Самарской области. Антон Емельяненко стал вице-губернатором Самарской области. Он будет курировать экономическое развитие, инвестиции, промышленность, торговлю, сельское хозяйство и продовольствие, туризм и науку. Александра Фетисова назначили на должности вице-губернатора, руководителя департамента внутренней политики. В детских садах Самары 20 сентября распределят свободные места на 24-25 учебный год. Для успешного проведения процедуры департамент образования администрации Самары рекомендуют родителям проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». Информацию о наличии свободных мест можно найти там же. Распределение происходит автоматически. В Самаре на улице Куйбышево зазеленеют 94 липы. Как высаживают деревья и с какими трудностями могут столкнуться рабочие, обсудили в департаменте городского хозяйства и экологии на традиционном совещании. Также поговорили об актуальных проблемах, касающихся ремонта дорог и тротуаров. Какие виды работ планируют провести и что уже взяли в работу, расскажет Полина Чулякова. Актуальные вопросы, касающиеся текущих сезонных работ, обсудили на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Основная тема сегодняшнего общегородского совещания – это в целом благоустройство. Это связано с ремонтом дорог, с небольшой координацией по тем улицам, которые сейчас уже вышли по новым контрактам в ремонт. Это связано с улицей Куйбышево, на которой началась посадка деревьев со вчерашнего дня. Минимизируя неудобства для местных жителей, было поручено нарастить темпы ремонта автодорог и тротуаров на дополнительные средства, выделенные по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Как подчеркнул заместитель главы города, руководитель профильного департамента Александр Андреянов, ускориться подрядчикам сейчас крайне необходимо, ведь дорожно-строительный сезон длится до конца октября, а объем работ значительный. Дополнительное финансирование позволит уже этой осенью привести в порядок 22 участка автодорог и пешеходные зоны на 48 объектах. Нужно максимально приложить все силы, работать в две смены как минимум, без выходных. Максимально использовать световой день, максимально использовать вопросы ночи, когда у нас с учетом соблюдения закона о тишине, работать все равно можно. Укладывать асфальт тоже ночью можно. На дорогу он укладывается ночью, чем дорога от тротуара отличается. Также подняли вопрос, касающийся дальнейших работ на улице Куйбышева. Здесь с начала этой недели занимаются озеленением территории после комплексного ремонта улицы, отремонтированной по нацпроекту. На высадку деревьев потребуется от двух до четырех недель. Прежде чем эти липы, как говорится, взять, мы обязательно поехали, причем комиссионно. Все эти липы осмотрели, составили акт о пригодности, ну а потом уже стали забирать. Начали с участка от Шостаковича до Красноармейской. Всего улицу украсит 94 крупномерных саженца лип. Для выставки, соответственно, этих крупномеров деревьев, сократительной системы, было подготовлено соответствующие места, то есть определено жизненное пространство для дерева. То есть сформирован уже на момент проведения ремонта улицы Куйбышева. На всех локациях будет работать система автополива, которая уже имеется. А пока, сразу после высадки лип, рабочие хорошо увлажняют почву, подвозя воду бойлерами. Со временем кроном можно будет придавать различную форму, улучшая внешний облик улицы, которую очень любят и местные жители, и туристы. Мне очень нравится. Я прямо сегодня ехала и сразу заметила, откуда-то тут взялись деревья. Как хорошо, что у нас в городе стало намного больше деревьев. Мне очень нравится, когда у нас очень зеленый город, много насаждений, и парки мне наши нравятся очень. Самара обновляется, все прекрасно. Радует, если честно, очень радует. Понимаете, восстановление старой Самары. На участок от площади Революции до улицы Некрасовской рабочие перейдут позже. Там много объектов потребительского рынка, и пока погода летняя, у ресторанов размещены веранды. Многие из них оснащены навесами. Навесы не должны мешать высадке деревьев. На сегодняшнем совещании застрели этот вопрос. Администрации Самарского внутригородского района поставлена задача провести работу с представителями объектов потреб рынка, чтобы локации как можно быстрее освобождались для озеленения. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. В Самарской области пройдет финал всероссийского конкурса «Лучший в профессии» в номинации «Лучший сыровар». 63-й регион выбран не случайно. Идея провести соревнования именно среди таких специалистов также родилась на берегах Волги, поскольку эта отрасль сейчас активно развивается. Кто примет участие в финале, расскажем в сюжете. 45 сыроваров из 33 регионов России примут участие в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар». Участникам предстоит выполнить несколько заданий. Одно из них – приготовление вкусного адыгейского сыра. Конкурс пройдет 20-21 сентября в Усть-Кинельском в рамках агропромышленной выставки. Эта номинация впервые включена в программу всероссийского конкурса «Профмастерство» по инициативе Самарской области. Мы в конце прошлого года защищали на федеральном уже уровне свое право стать федеральной площадкой и право проводить именно в рамках этой номинации соревнования. Два участника будут представлять Самарскую область. Они стали победителями регионального этапа. Что хорошо в этом конкурсе, что это позволит нам всем познакомиться, пообщаться. Это самое основное, конечно. Самарская область не в первый раз принимает федеральный этап конкурса «Лучший по профессии», который проводится не только для определения лучших, но и для обмена опытом, производственными решениями в интересах развития как отдельных отраслей, так и экономики страны в целом. Андрей Грагуленко, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. В Самарской области в аварии погиб водитель. Об этом сообщили в региональном главном управлении МВД. В понедельник, 16 сентября, на четвертом километре автодороги Самара-Волгоград-Новокуйбышевск-2, 65-летний водитель автомобиля «Дацун» нарушил правила дорожного движения и съехал в кювет, отчего машина перевернулась. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются. В Самаре переименовали две остановки общественного транспорта. Документ разместили на сайте городской администрации. Автобусная остановка ОАО «Моторостроитель» теперь называется «Центральная проходная ОДК «Кузнецов», как и троллейбусная остановка «Клуб Мир». Постановление подписала глава Самары Елена Лапушкина. С 16 сентября в медицинских учреждениях Самарской области ввели масочный режим. Об этом сообщил в Рио-министр здравоохранения Армен Бинян на оперативном совещании в правительстве региона. Данные ограничения распространяются как на сотрудников, так и на пациентов. Режим ввели в рамках профилактики ОРВИ и COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости гриппом ожидают позже обычного, в конце ноября или в декабре. Руководитель ведомства отметила, что летом не было зарегистрировано групповых случаев заболевания гриппом. Это позволяет предположить, что подъем начнется позже, чем в прошлом году. Она подчеркнула, что до 30 сентября регионы должны оценить готовность медорганизаций к работе в период роста заболеваемости. Необходимо обеспечить наличие достаточного количества противовирусных препаратов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты как в аптеках, так и в больницах. В московском зоопарке у молодой пары альпак, ватки и пуфика родился детеныш. Это мальчик, похожий на маму, светлым окрасом с рыжим пятнышком. Как и все копытные, он начал ходить уже через несколько часов после рождения. Но, как рассказала генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова, он поначалу пошатывался, спотыкался и путался в своих длинных ногах. Малыш не сразу понял, где мама. Он ходил то за отцом, то за второй самкой, горжеткой. Мать приближалась к нему сама, тыкала его носом, и благодаря этому малыш понял, кому обращаться за молоком и заботой. В Самаре состоялось торжественное открытие Международного кинофестиваля «Соль земли». В этом году в конкурсную программу вошло более 40 документальных фильмов. Один из них посвящен истории российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Подробности узнала Елизавета Прокопенкова. Пример для миллионов людей во всем мире. Человек с невероятной силой духа и волей к победе. В рамках Международного кинофестиваля «Соль земли» прошла творческая встреча с российским фигуристом, олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта Романом Костомаровым и его женой, чемпионкой мира Оксаной Домниной. В прошлом году фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Болезнь затронула все сосуды организма. У Романа развился сепсис, что привело к гангрене. Спортсмен перенес несколько ампутаций на руках и ногах. Из больницы вышел только в июле прошлого года, а налет стал уже в декабре и начал тренироваться. Не каждый день я, конечно, это делал, потому что это доставляло приличные болевые ощущения и приличное моральное такое давление неприятное. Потому что, ну, когда ты владеешь коньком, как ходишь просто по земле, это не знаю, и тут ты ничего не можешь поделать с этим, то прям так немножко морально это угасает у тебя желание выходить на лед. Это как раз, наверное, второй или третий раз, наверное, я вышел на лед и уже что-то могу делать. После творческой встречи прошел показ документального фильма «Роман Костомаров. Рожденный дважды». Режиссера Михаила Щедринского из Санкт-Петербурга. Картина вошла в конкурсную программу 17-го фестиваля «Соль земли». Он продлится до 20 сентября. За это время жители и гости Самары смогут увидеть более 40 фильмов. Есть уникальная возможность у самарцев получить знания о том, какое сегодня документальное кино в России. Но это поверхностный взгляд профессионалов от кино, да? А если глубоко на это смотреть, какова сегодняшняя жизнь в России? Потому что почти каждый фильм отражает жизнь России сегодня в разных регионах. Это, конечно, дает большую пищу для нашего зрителя, для размышления. Потому что фестиваль не случайно называется «Фестиваль «Соль земли». Это прежде всего о людях нашей огромной страны». С приветственным словом от лица главы Самары Елены Лапушкиной обратилась руководитель пресс-службы Елена Алексеева. «Мы знаем, что снова увидим работы, которые тронуты глубины души. Дотянутся за каких-то уже, может быть, немного забытых чувств, ощущений, воспоминаний. А другие работы позволят поговорить о том, что для каждого из нас на поверхности, для каждого живо и важно. Знаю, что члены жюри и зрители и посмеются, и поплачут, и заинтересуются, и углубятся в темы, которые затронут фестивальные работы. Мы рады, что такой фестиваль зародился и развивается в Самаре». На фестивале представлена картина не только из России. Фильмы режиссеров Белоруссии, Армении, Киргизии, Сербии, Бразилии, Аргентины, Индии и Ирана также представлены в конкурсной программе. Их покажут в Центре культурного развития художественной. Программу можно посмотреть на официальном сайте фестиваля. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События. В Самарской области на территории усадьбы графа Орлова-Давыдова в Усолье нашли ценные артефакты. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны объектов региона. Во время расчистки подвалов одного из корпусов усадьбы обнаружили печной из розец, кованые анкеры, элементы решеток и кирпичи с клеймами. Эти находки стали частью коллекции Музея истории Усольского края. Два шамодных кирпича с клеймами произвели на предприятии князя Сергея Михайловича Голицына, которые основали в 1882 году в селе Усть-Игум Пермской губернии. На другом стоит клейму «Фаер». Его производил завод огнеупорных изделий в городе Боровичи Новгородской губернии. Также два кирпича имеют клейму «ФД Березин». Предположительно, они принадлежат предприятию крестьянина Федора Березина, которое построили в селе Старые Костычи Симбирской губернии. Сейчас это город Октябрьск. Письма о сокровенном. Самарский писатель Алексей Солоницын представил свою новую книгу. Событие прошло в рамках пятого международного фестиваля искусств «Шостакович над временем». Подробности в нашем сюжете. Уникальные страницы истории и крепкая дружба. Именно об этом книга Алексея Солоницына «Письма о сокровенном». В сборник вошли две повести, написанные в редком эпистолярном жанре. Первая, сожженная письма, состоит из восстановленной автором переписки двух друзей. Художественного руководителя Ленинградской филармонии Ивана Солертинского и великого композитора Дмитрия Шостаковича. Они писали друг другу в 1941 году, когда Шостакович был в эвакуации в Куйбышеве. Жена Ивана Ивановича в Новосибирске, она сохранила все письма, которые писал Шостакович из Самары. Она понимала, кто такой Шостакович. А Шостакович, боясь этих преследований, зная, что письма переиллюстрируются, зная, что Солертинский человек очень прямой, который будет говорить правду. Письма сжег. Но рукописи не горят. Это мы знаем уже, фраза стала расхожей, такой банальной даже. Слава Богу, что письма Шостаковича мне удалось достать и прочитать. Вторая часть книги под названием «Письма в небеса обетованные». Переписка Алексея Солоницына с другом и наставником, протеереем Николаем Агафоновым. До самой последней минуты мы были вместе. И когда я остался один, я подумал о том, ну а почему мне заповедное, личное, дорогое, сокровенное именно, нельзя сказать в форме эпистолярной. На презентации книги «Письма о сокровенном» присутствовали представители творческих сообществ и учреждения культуры и образования Самарской области, а также писатели, музыканты и композиторы. Я начал читать эту книгу и, знаете, не мог оторваться. Так настолько это было интересно. Алексей Алексеевич взялся за эту работу и так увлекательно, в увлекательной такой форме это сделал. У меня было ощущение, что я начал читать киносценарий будущего фильма. Книга была издана Самарским областным отделением Союза журналистов России благодаря грантовой поддержке правительства Самарской области. Августина Охременко, Николай Сидоров, События. Завтра, 18 сентября, в 5.35 по московскому времени небо осветит урожайная Луна. Это одно из самых ярких и значимых астрономических событий осени. Полнолуние, которое происходит ближе всего к осеннему равноденствию, имеет глубокие корни в традициях многих народов. И в этом году оно совпадает с частичным лунным затмением. Название «урожайная» связано с тем, что в это время года Луна появляется на небосклоне сразу после захода Солнца, освещая Землю на протяжении всей ночи. В давние времена яркое сияние Луны позволяло фермерам продолжать сбор урожая даже после наступления темноты. Это был период, когда сельскохозяйственные работы достигали своего пика, и каждая минута была на счету. В этом году астрономическое событие совпадает с частичным лунным затмением. Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и своим спутником, и часть солнечного света блокируется. В итальянском Чезинатико состоялись чемпионат и первенство мира по пляжному теннису. В соревнованиях в нейтральном статусе приняли участие российские спортсмены. В состав команды вошли и представители Самарской области. Ребята завоевали семь медалей – два золота, два серебра и три бронзы. Больше всего сразу три награда завоевала ученица Самарского спортивного лицея Алина Зайцева. Наша съемочная группа пообщалась с юной чемпионкой. Береговая линия Самарской набережной – изумительное место для того, чтобы заниматься пляжными видами спорта. Это футбол, волейбол, регби, а еще пляжный теннис. И совсем недалеко от этих площадок, буквально в 100 метрах, в Самарском спортивном лицее учится девушка, которую без преувеличения можно назвать кудесницей песка, мяча и ракетки. В школе девятиклассница Алина Зайцева не отличается от своих сверстников. Также делает домашние задания, пишет конспекты, общается с друзьями на переменах. А вот на теннисном корте ей почти нет равных в ее возрасте не только в Самаре, но и в мире. Совсем недавно она вернулась с первенства мира в Италии с целой Россу Пьюнаград. Бронза в паре до 19 лет, серебро в миксе до 17 лет и золото в паре до 17 лет. Мы играли против бразильянок три круга подряд. Против них очень тяжело было играть, потому что Бразилия – это, грубо говоря, столица пляжного тенниса. Там вот все развивается и тяжело против них играть. Но мы же сразу же тренируемся в России. Я тренируюсь по 4 часа, иногда по 6 часов. И как бы мы тоже можем им давать отбор. Изначально свой спортивный путь Алина начинала в большом теннисе, но попала под крыло главного тренера сборной России по пляжной разновидности этой игры и не смогла устоять от красоты турниров на песке, у рек и морей. За несколько лет прошла путь от городских соревнований до борьбы с лидерами мирового рейтинга на чемпионате мира. В этом году вышли из квалификации. Мы с выпускницей Соней Тарасовой заявились. По-взрослому так думали, ну, хотя бы один круг вал пройти. Мы прошли всю квалификацию и вышли с ней в основную сетку чемпионата мира. Ну, для всех это, конечно, было неожиданно. Мы и сами чуть-чуть не ожидали от себя, но мы смогли. Сосредоточиться на подготовке к соревнованиям высшей категории без пробелов в учебе Алине помогают в Самарском спортивном лицее. Здесь разработано сразу несколько программ и проектов для того, чтобы спортсмены могли тренироваться и биться за призы на турнирах, получая при этом качественное образование. Если ребенок отсутствует на сборах, на соревнованиях, то в этом случае для всех детей у нас предусмотрена, мы их называем, учебная консультация. Когда ребенок может прийти и индивидуально получить те знания или восполнить те пробелы в программе, которые были связаны со спортом. В благодарность за такую помощь победительница первенства мира передала в музей учреждения свою любимую ракетку, которая помогла Алине выиграть свое первое первенство России. Это первый экспонат, связанный с пляжными видами спорта в лицее, но Алина обещает, что не последний. Она настроена передать еще одну ракетку, которая исполнит матч-бол в финальном матче чемпионата мира. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Самарские баскетболисты выиграли три предсезонных турнира из трех, в которых участвовали. Они побеждали в Нижнем Новгороде, Саратове и у себя в Самаре, переиграв соперников на традиционном кубке Приматова. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В Самаре во дворце спорта был разыгран кубок Приматова, традиционные предсезонные соревнования по баскетболу в памяти заслуженного тренера СССР. В матче за третье место пари Нижний Новгород обыграли Саратовский Автодор, а в финале хозяева турнира были сильнее Пермской Пармы. После слабого начала в середине матча самарцы показали качественный баскетбол и вырвались вперед, удерживая преимущество до последних секунд. Пермяки в концовке смогли лишь приблизиться на расстояние одного точного броска. 74-71 победа Самары. Для волжан это третий победный турнир в этой предсезонке. Сохранить этот настрой самарцы постараются уже в единой лиге. Первый матч дома 22 сентября против Уралмаша. А баскетбольные юниоры Самары 2 первый официальный матч проведут по традиции в Кубке России. 18 и 19 сентября команда сыграет на групповом этапе турнира в Ясентуках, где ее соперниками станут представляющую высшую лигу. Ставропольский Южный Слон и Майкопская Динамо МГТУ. Победитель группы выйдет в финал четырех третьего розыгрыша Кубка Тараканова, матчи которого состоятся 26-27 сентября. Обладатель трофея продолжит выступление в Кубке России, где в 1.32 финала встретится с Магнитогорским Металлургом. В Краснодарском крае завершилось первенство России по Айкидо. В дисциплине «Дзюйвадзе» групповой разряд в число лучших спортсменов страны вошли представители сборной команды Самарской области. В категории 16-18 лет – Александра Шатлова и Павел Казанов, а в категории 13-15 лет – Матвей Захаров. Теперь они являются кандидатами на попадание в юношескую сборную страны. В Самаре прошел областной туристский фестиваль «Туриада». Участниками стали 250 спортсменов из разных муниципалитетов Самарской области. Они соревновались по возрастным группам – 8-13 лет, 14-15 лет, 16-21 год – в различных дисциплинах спортивного туризма. Областная туриада является отборочным этапом на окружную фестиваль «Туриаду ПФО», который проходит каждый год под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Высокая пожароопасность лесов сохраняется в регионе. Об этом сообщает администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской. От Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение. Объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 18 по 23 сентября в большинстве районов Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов пятого класса. МЧС России напоминает «Не жги мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигай мусор вблизи леса и лесных насаждений, не разводи костры в лесах, не кури, не бросай горящие спички, окурки, не оставляй на освещенной солнцем лесной полянке бутылки, осколки стекла, другой мусор». Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям близнецов двух и более детей, зачисленных в первый класс, предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием ее получения является постоянная регистрация одного из родителей детей в Самаре. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения. Также оформление выплаты доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация железнодорожного района Самары напоминает об опасности неформальной занятости. Это работа без официального оформления трудовых отношений. Неоформление с работодателем трудовых отношений влечет за собой негативные последствия как для работника, так и для работодателя. Работник остается без всех социальных гарантий, он также не защищен от травматизма, так как исключается из сферы действия закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, лишается гарантированной оплаты труда. Работодатель привлекается к дисциплинарной, материальной, а также гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!